Приезжая в субъекты, мы видим, что есть очень развитая система информатизации, когда пациент только пришел где-то там в дальнюю поликлинику, ему поставили подозрение на ЗНО и уже вон в диспансере про него все знают и начинают отслеживать его судьбу. Есть субъекты с другой системой автоматизации, где пациент из одной медицинской организации в другую медицинскую организацию переходит с бумажной картой и только когда он попадает во внутрь онкодиспансера, тогда его вносят в какую-то информационную систему. Мы это видим. Но также мы понимаем, что сейчас идет развитие цифрового контура, в том числе и на федеральном уровне и в регионах развивается эта система. Поэтому обращаем ваше внимание на необходимость подключения Центра амбулаторно-онкологической помощи к информационной системе для того, чтобы можно было оперативно отслеживать пациента, для того, чтобы можно было оперативно его записывать на какие-то диагностические процедуры и видеть его судьбу и отслеживать самые главные сроки. В течение которых он проходит на диагностические процедуры. И обращу ваше внимание еще на один пункт. Казалось бы, может быть, не самое важное для онкологической службы в целом. Это проведение разъяснительной работы среди населения. Здесь имеется в виду очень важно рассказывать людям, для чего открывается ЦАО. Что это не очередная какая-то формальная процедура, знаете, для того, чтобы показать активность, деятельность сборную. Что это открывается именно для самого пациента, для того, чтобы его лечение и диагностика проходили в более комфортных условиях и в более приспособленных для этого, наверное. Поэтому не стесняйтесь, рассказывайте людям, используйте средства массовой информации, для того, чтобы любой человек, где бы он не жил в вашем регионе, в любой момент мог встать и сказать, я знаю, куда мне нужно идти. И этого зависит исключительно только теперь от вас, информированность населения. Возвращаясь к нормативно-правовой базе, я вам уже говорила, что недостаточно сделать только приказ об открытии и штатное расписание. Я хочу обратить ваше внимание, что очень важно прописать порядок работы вашего центра онкологического, для того, чтобы каждый специалист в регионе мог понимать цели, задачи, как работает, какие услуги оказывает и так далее. Но этого тоже будет недостаточно. Очень важен регламент взаимодействия. Дело в том, что когда вы открываете центр амбулаторно-онкологической помощи, у вас происходит налаживание связи между онкодиспансером онкологической службы, между, допустим, администрацией, скажем, ЦРБ, которая не находится в прямом взаимодействии с онкологической службой в обычной жизни, с поликлиническим сегментом. И возникает огромное количество транзакций друг с другом по вопросам либо онконостороженности, или по вопросам лечения пациентов, по вопросам обучения специалистов для ЦРБ. Здесь огромное множество точек соприкосновения. И поэтому очень важно создать такой, знаете, региональный регламент взаимодействия именно по обеспечению работы ЦАОП. Между всеми участниками для того, чтобы изначально найти единые правила работы, чтобы не было такого, что руководитель ЦРБ видит ЦАОП вот так. А онкологическая служба, допустим, главный нештатный онколог и субъекта считает, что это не совсем, что должно быть по-другому. То есть необходимо договариваться сразу, находить удобные для всех правила и их включать в регламент. Это вот мой совет для того, чтобы минимизировать какие-то недопонимания при открытии ЦАОП. И если говорить, наверное, о нормативном правом обеспечении, хочу обратить ваше внимание еще на несколько моментов, которые мы также встречаем в регионах во время выездов. Открыть Центр амбулаторной онкологической помощи просто, но нужно понимать, как ваш пациент из прикрепленных населенных пунктов будет попадать в этот Центр амбулаторной онкологической помощи. Ему должно быть удобно туда доехать, он должен смочь туда приехать. То есть необходимо либо выделять какие-то новые маршруты транспорта, если их до сих пор не существует. Очень важно, я знаю, что многие регионы открывают дополнительные остановки общественного транспорта рядом с Центрами амбулаторной онкологической помощи, создают какие-то новые маршруты общественного транспорта. Все это очень важно и также входит в комфортную среду, которую мы создаем для пациента. Очень важно также обратить внимание на создание наглядной, понятной навигации и информации для пациентов. Мы сейчас выезжаем, видим, что элементы бережливого производства очень активно используются при организации ЦАОП. И вы сегодня увидите достаточно большое количество примеров, как решаются эти задачи. Ну и, конечно, следующий пункт – это организация зеленого коридора для пациента, в части его диагностики, записи к специалистам. Тоже это очень важно обратить на него внимание. Почему мы с вами так много уделяем сейчас время и будем целый день сегодня обсуждать вопросы открытия ЦАОП? Ну, на самом деле, мы сейчас с вами находимся и живем в то время, когда развитие сети центров амбулаторно-онкологической помощи идет огромными шагами. И от того, насколько качественно мы с вами отработаем открытие ЦАОП у вас в субъекте, будет зависеть и, собственно говоря, результат работы нашей с вами. Посмотрите, какие у нас глобальные планы по открытию центров амбулаторно-онкологической помощи. Могу сказать, что на 1 октября уже открыто 70 ЦАОП на территории Российской Федерации. И до конца года мы ожидаем, что будет открыто не менее чем 138. Это достаточно много. В конце действия проекта сейчас, то есть к 2024 году, мы видим по вашим планам, что будет открыто больше 500 центров амбулаторно-онкологической помощи. И понятно, пока мы с вами находимся у истоков создания, в самом начале пути, именно сейчас мы должны понимать, собственно говоря, как правильно его открыть, что нужно сделать и какую идеологию в него вложить. Если говорить о рисках, которые мы видим на сегодняшний день, я хочу обратиться, наверное, к тем регионам, которые запланировали открытие достаточно большого количества ЦАОПов на декабрь. Уважаемые коллеги, со мной согласятся те, кто уже имеет опыт открытия. Открытие ЦАОП – это не легкий труд. Это достаточно сложная, большая системная работа. Я, например, плохо представляю, как можно открыть 5 центров амбулаторно-онкологической помощи в один месяц. Если мы говорим именно о качественной работе с существующими специалистами, с достаточно хорошо оформленным лечебным отделением, диагностическим и так далее. То есть, на самом деле, это огромная работа. И у меня огромная просьба. Все те, кто еще не открыл и планирует в этом году открыть, а мы отслеживаем ваши планы и исполнение их как контрольной точки федерального проекта, заранее составьте дорожную карту. Как, когда и что вы должны сделать для того, чтобы точно открыться в срок. Если же у вас будут сложности с этим, какие-то будут вопросы, вы всегда можете звонить к нам в координационный центр. Я указала здесь один телефон, но вы всегда можете писать на Oncology.sobaka.mednet. Это наша всегда горячая линия, мы всегда на связи. И мы всегда поможем вам, если будут возникать вопросы. Спасибо вам огромное. Спасибо.